Главная задача, которая поставлена главой государства и правительством, сохранение маточного поголовья, не снижение его и сохранение цен на хлеб в области выполненных. По итогам первого квартала мы наблюдаем 5% повышение поголовья скота. Конечно, спасибо за те меры, которые были приняты и были своевременные. Это пролонгация кредитных ресурсов по нашей области, это составило 7,5 миллиардов тенге. Были выделены средства от 4,6 миллиона на сохранение маточного поголовья, был создан стабилизационный фонд 68 тысячного зерна и на сохранение маточного поголовья, птицы поголовья, вернее, 29 тысячного хворажного зерна. В текущем году в Евровой Север у нас на уровне прошлого года 4,7 миллиона гектаров. Идет последовательная деферсификация. У нас уже пшеница занимает порядка 3 миллиона 900 тысяч. Два года назад он еще составлял 4 миллиона 100 тысяч гектаров. Увеличиваются площади под Масличным на 35 тысяч, кормовые культуры 15 тысяч, крупенные. С учетом опыта последних лет, когда у нас за три года было два засушливых, мы больше внимания уделяем нулевым технологиям. В этом году площадь под нулевым технологиям будет 1,5 миллиона гектаров, это на 26% больше, чем в прошлом году. Соответственно, с учетом того, что занимаемся животноводством, будет обращено внимание на кормовые культуры, пастбищность и на костном виде, омоложение старовозрастных трав. В пассивную примут участие 22 тысяч тракторов, 24 тысяч сейл, 700 пассивных комплексов, 1000 опрыскивателей. Решен вопрос с недостающим объемом семян, у нас не хватало 53 тысячи. 10 тысяч мы получили семенной суды и целых 3 тысячи. Решаем вопрос за счет внутренних резервов. Для субсидирования областного бюджета выделено 10,50 миллионов тенге. Поставка ГСМ идет, 20 тысяч тонн дистополево-мартовского, из них уже 16 тысяч поступило, 31 тысяча, сейчас заключается апрельский объем. Как было отмечено, в прокорпорации мы направили заявки с сельхозформирования, 3,8 миллиарда тенге нам выделено по гарантии СПК. Из них мы уже 1,7 миллиарда тенге, сейчас заявка находится в центральном офисе. Эта схема очень себя оправдала за последние три года, поскольку дефицит залогового имущества банка второго уровня создает сложности по финансированию. Уважаемый Сергей Кномеш, хотел бы обратить внимание, если бы в Устанайской области дополнительно было выделено 500 миллионов тенге, то все вопросы, связанные с проведением посевной, у нас были бы сняты. По данным опытной станции, запасы влаги в метровом слое почвы составляет по разным фонам средне-многолетний, по пару химическому, по пару черному, по зябе, по стерне. Осадки, которые выпали в ноябре 2019 года, в зависимости от предшественников, составляют 30-50 сантиметров. Учитывая, что запас воды в снеге складывается в благоприятные условия, благоприятные течения в начале вентиляционного периода достаточно оптимальны. Также обращаем внимание на то, что у нас действительно было сказано, в прошлый год было нашествие Саранчевых, 600 тысяч гектаров было обработано на юге Устанайской области. В этом году обследование, которое были проведены, предполагает порядка миллиона гектар. На 700 тысяч гектаров мы имеем соответствующие возможности для обработки. Остальные будут решаться за счет местного бюджета. Целая материально-техническая база для проведения весенних полевых работ у нас сложно нормально, оптимально. Все агросовещания в конститивном характере по районам мы провели. Областное агротехническое совещание мы тоже провели. Казагра у нас буквально прошедшая суббота тоже провела совещание. Все возможности финансирования по этому году у нас... Спасибо огромное за поддержку в отношении отраслевой программы. Думаю, что в этом году нам существенно понадобится увеличение финансирования по деревне цели. У меня все.